МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Литвийским школам книг из России, содержание которых может повлиять на мышление молодого поколения. В информационном пространстве все чаще предпринимаются попытки представить выгодную для России интерпретацию истории. Кроме того, современную Россию идеализируют, а Латвию тотально критикуют. В результате целенаправленных усилий соседнего государства у жителей Латвии может сформироваться мнение, что у нас здесь все плохо, а в России все отлично, поэтому нам нужно укреплять политические и экономические отношения с Москвой и идти на уступки. Конечно, нужно сотрудничать с соседями, но это не должно вредить нашим национальным интересам, пояснил глава полиции безопасности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен обсуждаемым в Латвии законопроектом, вводящим уголовную ответственность за отрицание советской оккупации. Политик считает, что Россия должна отреагировать на это и отозвать своего посла из Латвии для консультаций. Они совсем с ума сошли. Оказывается, мы их оккупировали. Это отвратительно. Мы спасли от фашизма и их, и всю Европу, заявил Жириновский. Будем требовать отзывы нашего посла для консультации, для принятия мер, чтобы предотвратить принятие СММ данного закона. Лидер ЛДПР считает, что реагировать нужно именно сейчас, пока законопроект окончательно не принят. Напомню, юридическая комиссия СММ Латвии утвердила поправки к законодательству, которое предусматривает до трех лет тюрьмы за публичное оправдание, отрицание или прославление советской или нацистской оккупации. Коллега Жириновского, глава Международного комитета Госдумы Алексей Пушков, также отреагировал на решение латвийских депутатов весьма резко. Признание так называемой советской оккупации ведет к политической реабилитации нацизма и его сторонников, к оправданию курса на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая уголовное преследование бывших солдат антигитлеровской коалиции и политическую реабилитацию тех, кто в Латвии активно сотрудничал с нацистской Германией. Пушков предложил подумать о том, чтобы принять закон о защите российской истории. Рижская дума приняла решение вернуться в Латвийский союз самоуправления, заявил после встречи с главой союза Андрисом Яунс Лейнисом председатель Рижской думы Нил Ушаков. Такое решение принято на основании того, что союз самоуправления в прошлом году действовал и отстаивал интересы муниципалитетов. В выигрыше будет как Рига, так и союз самоуправления, так как стороны надеются укрепить свои позиции. Работа Латвийского союза самоуправления в прошлом году подтвердила, что у нас есть общие дела, сказал Ушаков. Яунс Лейнис со своей стороны также выразил удовлетворение решениям Рижской думы. Напомню, Рига вышла из союза в сентябре 2012 года. В среду 12 февраля в 15.40 ГПСС поступил вызов о том, что на чердаке жилого дома на улице Гертрудес 31 найдено 3 килограмма тротила. Взрывчатка была обнаружена в ходе ремонтных работ, которые проводились на чердаке дома. Все жильцы были эвакуированы. Спустя час после того, как сотрудники ГПСС проверили здание, им разрешили вернуться в свои квартиры. Как долго пролежала взрывчатка, выясняют эксперты. Но что уже точно ясно, так это то, что самопроизвольный взрыв в доме произойти не мог. Это радиоболтком подтвердил замглавы муниципальной полиции Риги Андрей Аронов. Реконструкция Латвийского национального художественного музея может затянуться примерно на год, а увеличение затрат по проекту прогнозировать пока нельзя. Об этом во время инспекции стройплощадки в интервью МИКС-ТВ рассказал директор департамента собственности Рижской дома Олег Буров. То, что сделано главное, это вот сейчас создается этот подземный большой объем. Объем подземный, который необходим музею, как для технических служб, так же, как для экспозиции зала, так же, как для большой экспозиционный зал 600 квадратных метров и хранилища картин, запасники. Все это, 3,5 тысячи квадратных метров, это все подземный объем, который очень непростой процесс, потому что это все происходит рядом с историческим зданием. И здание реагирует, естественно, на изменения в грунте. Будет продление сроков выполнения договора, и, скорее всего, он будет сдан в эксплуатацию где-то, ну, немногим меньше, чем через два года от сегодняшнего дня, в конце 2015 года или в первые дни 2016 года. Напомню, из-за ошибок в гидротехнических данных возникли осложнения с грунтовыми водами, и строителям пришлось увеличивать толщину фундамента новой пристройки к музею. На строительной площадке непрерывно ведется мониторинг трещин в здании, и за последний месяц новых повреждений не появилось. В среду 22 февраля стартовал конкурс таланта Инессы Галланты. В нем будут представлены категории как классической музыки, так и джаза. Конкурс организует фонд Инессы Галланты в сотрудничестве с Олайнфарм и при поддержке благотворительного фонда Ретума Банка. Главная миссия конкурса, по словам оперной дивы Инессы Галланты, состоит в том, чтобы помогать молодым талантам, поддерживать и мотивировать их, поскольку молодежь – это будущее Латвии. Это стимулировать развитие и интерес классической музыки. Так как я сама этим занимаюсь уже невероятное количество лет, и считаю, что это дает душевное здоровье и тем, кто этим занимается, и нашим слушателям в зале, я считаю, что это как омовение, это психотерапия, это лекарственный препарат, это теплый душ. Будучи сама фармацевтом по первой профессии, мне кажется, что вот так как нам не хватает праздников и радости, то вот музыка – это как раз то, что дает нам ощущение счастья, красоты. В рамках конкурса предусмотрено отправление музыкальных видео, полуфиналы в региональных городах, зрительское голосование и финал в столице. Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на портале www.inesgalantestalante.lv В среду 12 февраля 15 тысяч латвийских школьников на день сменили род деятельности и вжились в роли врачей, пожарных, пилотов, работников культуры, журналистов, президента, министров и премьера. Все подробности расскажет Виктория Терентьева. 12 февраля 50 школьников провели заседание правительства, где обсудили проблемы молодежи. А глава правительства Латвии Лаймдута Страуима обзавелась пятью тенями и рассказала Микс ТВ о том, как проходил отбор мотивационных писем школьников. В одном письме было написано, что иногда появляется в газетах или телевидении, что в высших эшелонах министры только пьют кофе. Девушка так не думает, но она хочет это проверить, например. Я думаю, что это очень хороший проект, потому что молодые люди, они показывают здесь нам, что они хотят знать, что творится в правительстве, что творится в госуправлении, в госсекретарей. И после этого дня, я думаю, им будет новый опыт. И я думаю, что они, может быть, по-немножку другому будут смотреть на жизнь, на нашу страну. Компания Микс Медиагрупп не стала исключением. И в среду приняла в своей редакции «Десять теней» за всех уголков страны, от 16 и старше, чтобы показать работу журналиста в редакции и вне ее. Впечатления, на самом деле, зашкаливают. Они очень яркие, впечатлений очень много. Сейчас очень много мыслей в голове, потому что действительно столько эмоций. Я пожила вот этой вот жизнью, которая на радио. Мне было очень интересно вот именно ей пожить, вот в этой атмосфере. Ощутить воздух, ощутить, как здесь люди работают, какая-то жизнь кипит. Поэтому эмоции вообще самые лучшие, самые позитивные. И заряд, мне кажется, на весь год будет. Корреспонденты, фотографы, диджея, а также редакторы поделились цепетами ремесла со своими тенями. Мы своих теней в утреннем шоу, в общем-то, постарались использовать полные, максимально. Они у нас там читали информацию, объявления. То есть мы им там показали, как работать, сфотографировали за пультом. То есть, в принципе, мне кажется, что, ну, вот те школьницы, которые пришли к нам сегодня, они получили представление о работе в студии, во всяком случае, по полной программе. День теней – очень полезное такое мероприятие, потому что, во-первых, человек молодой, он еще не знает, какую профессию ему выбрать. И он, ни дня не работавший в этой профессии, он не может представить. У него зачастую искаженные представления об этой профессии. Иногда слишком романтические. Ну вот, скажем, на нашей профессии журналисты. Многие думают, что это исключительно общение со звездами, какие-то там цветы, хорошая музыка и так далее. На самом деле, это рутина, это работа, тяжелая порой работа. Поэтому это полезно в том плане, что если человек придет в журналистику и посмотрит, как мы работаем, например, он может вовремя передумать и не тратить там несколько лет своей жизни на то, чтобы вот закончить вуз по этой специальности и потом пойти в журналистику. Или наоборот, он убедится в том, что это его выбор действительно, сделает такой мотивированный выбор, уже аргументированный, и будет хорошим специалистом. Тени министра экономики в прямом смысле спустились под Даугову. Посетили Рижскую гидроэлектростанцию вместе с Вячеславом Домбровским. Тени журналистов также побывали на стройке века в Национальном художественном музее вместе с мэром лиги Нилом Ушаковым и пообщались с тенью городоначальника. Ну для меня Ушаков лично пример того, каким должен быть мэр города. Мне нравится то, что Нил Ушаков один из немногих депутатов, которые не разделяют человека, народ по национальному признаку. Русский, латыш, он делает все для народа, все для Риги, для их жителей и так далее. Тени настолько вжились в роль, что отобрали хлеб у самих журналистов. Так тень журналисты радиоболкома Райвис Глазник взял первое в своей жизни интервью у тени премьера Латвии, лепутского 12-классника Роберта Скаре. Я знал, что работа премьер-министра очень сложная и занимает много времени, но это занимает даже больше времени, чем я думал. Я, конечно, знал, что это не чашку кофе выпить, но теперь имею полное представление о том, что значит быть премьер-министром. Пока учусь в 12-м классе и думаю поступать либо в Латвийский университет, либо в Академию обороны. Пока тени корреспондентов брали интервью, тени диджея пробовали силы в эфире радио. Ведущий эфира Микс ФМ-102,7 Гоша Теплов предложил ребятам поговорить о погоде. Светит солнце, у нас тоже прекрасное настроение, мы прекрасное время проводим. Да, все настроения на самом деле. На улице довольно-таки тепло, можно подштанники уже не надевать. Я надеюсь, что мороза больше не будет. Добавлю, что День тюней в Латвии проводят с 2001 года. И с каждым годом число участников и тени дателей растет. А в ТОПе по-прежнему остаются три сферы. На первом месте здравоохранение и реабилитация. На втором коммуникации и СМИ. На третьем управление и администрирование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова